В генеральном штабе мы ничего делать не будем. Мгновенно начались аресты. Что же там, черт возьми, происходит на этой Фруинской набережной? У семьи было 12 транспортных средств. В том числе раритетный лимузин ЗИС-110, который стоит примерно 18 миллионов рублей. Они ведут эпикурейский образ жизни. За тем же Ивановым наблюдали 5 лет. Скажите, пожалуйста, а почему сразу они взяли? Странно будет, если Герасимову не спросят вообще строго за все, что происходило. Вот эта ситуация вокруг Минобороны, она действительно коренным образом подрывает, в принципе, отношения к сложившейся системе власти. Изменит ли все происходящее ситуацию на фронте? Всем привет! Это журналистский ютуб-канал «Контекст». Меня зовут Карина Мухудинова. Продолжается самая масштабная за всю новейшую историю чистка в Министерстве обороны России. За месяц арестованы 4 генерала, включая замминистра, и один полковник, занимающийся оборонными заказами. Их обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Как вы помните, все началось с ареста заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу, тогда он еще был в должности, Тимура Иванова. Следом был задержан начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. А на посту министра обороны Сергей Шойгу сменил Андрей Белоусов. Дмитрий Песков тогда сказал, что за все происходящее на фронте в первую очередь отвечает Генштаб. И поэтому система координат военной составляющей ведомства не изменится. И вот уже спустя 10 дней задерживают заместителя начальника генерального штаба Вадима Шамарина, а вдобавок еще и бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова. Того самого, что в аудиосообщении рассказал о проблемах на фронте и о сложной ситуации со старшим начальством, после чего его сразу отстранили от службы. Почему аресты Минобороны начались именно сейчас? Кто инициаторы этой чистки? И в чем ее главная цель? И изменится ли теперь та самая система координат? Давайте разбираться. Сразу после назначения нового министра обороны президент России, он же верховный главнокомандующий, сказал, что вот министерство обороны, это мы сделаем для того, чтобы экономику страны и экономику обороны между собой как-то увязать более грамотно. А в генеральном штабе мы ничего делать не будем. И он сказал такую фразу, стабильно работающий, ритмично работающий механизм. Понимаете? Вот. И мгновенно начались аресты. Сразу после этого. 23 мая стало известно о задержании заместителя начальника генерального штаба и начальника главного управления связи Минобороны генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Свой пост он занимает с 2021 года. Шамарина задержали рано утром, прямо в его квартире. По данным следствия, никаких ценностей при обыске обнаружено не было. Изъяли лишь автомобиль. Мерседес за 14 миллионов рублей. Шамарина обвиняют в получении взятки в 36 миллионов от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого завода Елены Гришиной. По версии следствия, они платили Шамарину за увеличение объема поставок своей продукции для Минобороны по госконтрактам. Это телефонный завод, который как раз производит кобеля, и он принимал участие в оборудовании наших позиций. Вот мы даже не знаем параметры этого оборудования, в общем, несложного сравнительно, вообще соответствуют военным требованиям или нет. И здесь на каждом этапе открывается такого планирования и закупок достаточно большое количество возможностей для злоупотреблений и коррупции. То есть на каждом этапе ты можешь пропустить по согласованию с поставщиком какие-то недоделанные вещи. Можешь не заметить то, что по техническим характеристикам этот прибор, допустим, излучать гораздо больше, чем он должен излучать в эфир. И его может засечь радиоэлектронная разведка противника. И по этому телефону может прилететь ракета и так далее. Ты можешь это все не заметить и даже закупить больше, чем на всякий случай в запас. Любопытно, что предшественник Шамарина на посту начальника Главного управления связи Халил Арсланов в 2020 году тоже был арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Это феерическая афера. Она доказана в суде частично, не полностью пока что. Арсланов продолжает находиться под судом, но еще не осужден. Все эпизоды не прошли. Эта афера связана со срывом государственного задания оборонного заказа по переходу на новую систему связи АЗАРТ. До этого была система связи, называлась Акведук. Она называлась Акведук. Переходим с Акведук на АЗАРТ. АЗАРТ – это уже современная, совсем цифровая система связи, которая должна была поставить российскую армию на более или менее современный уровень организации управления. Современные системы больше похожи на принципы управления, которые применены в организации сети интернет. Это сетевой принцип, когда выпадение любой точки связи обходится через другие точки связи, используются как серверы. И, таким образом, связь чрезвычайно устойчивая. Даже если ты уничтожил какие-то важные куски, часть ее не падает целиком и остается устойчивой. Российская армия вступила в боевые действия в полном убеждении. Наша начальство было убеждено, что все в порядке. Вот с такой связью. И генерал Арсланов, его последователь Шамарин. А вот это все результаты их деятельности. Проходит год специальной военной операции. Второй год специальной военной операции. И ничего не происходит. То есть, кстати, не улучшается. Понимаете, войска по-прежнему жалуются. Где мы можем эти жалобы найти? Ну, в первую очередь, конечно, в огромном количестве сообщений с фронта. Это сообщения идут в телеграм-каналах и социальных сетях военных корреспондентов. Бойцы в окопах знают, что у них не хватает связи, что у них проблемы с обеспеченностью качественным имуществом, что им доставляют все почему-то волонтерские организации, а по нормам удовольствия что-то не довозят, а что-то они не получают. Что иногда приходится вручную взвешивать пороха в снарядах, потому что нарушены условия хранения на складах, либо же еще что-то. И приходится самим заботиться о себе. И у них вопрос, а что же там, черт возьми, происходит на этой фронтской набережной, что до нас вот здесь это доходит вот таким вот образом. И естественно, когда они слышат, что кара людей, оторванных от реальности, там настигла, они ликуют. Проблемы со связью в том числе стали причиной отступления российской армии под Харьковом осенью 2022 года. Именно оно, как вы помните, стало причиной объявления мобилизации. Были средства радиоэлектронной борьбы подавлены. системы связи российской армии вот конкретно в этом районе. И это очень серьезно способствует успеху вооруженных сил Украины. Вот эта ситуация, которая легко проверяется сообщениями с фронтов, она продолжает оставаться. И в этот момент мы видим, что люди ответственные за это направление, они ведут эпикурейский образ жизни. Понимаете? Они радуются жить, они строят себе большие дома. Я не буду говорить об их отношениях с женами и так далее, и любовницами, что на них записывают свою недвижимость. Понимаете? Но, в принципе, они очень хорошо живут. Для фронта – это нож острый, понимаете? И это подтачивало боевой дух армии постоянно. И это знали наверху. Это знали в администрации президента. И это понимал Путин. Вот это одна из частей вот этой головоломки. Вот вы знаете, чем генеральный директор отличается от исполнительного. Мало кто различает эти роли в бизнесе, поэтому многие компании страдают от хаоса в операционке и не могут состыковать стратегию с реальностью. Чтобы избежать таких проблем, пройдите новый курс «Исполнительный директор» от наших постоянных партнеров Академии Эдюса. На нем вы узнаете, как нести ответственность за стратегическое развитие бизнеса, быть переводчиком между рядовыми сотрудниками и высшим руководством, и улучшить коммуникацию внутри организации, предотвращая многие потенциальные проблемы. А еще исполнительный директор должен быть настоящим лидером, обладать стратегическим мышлением и уметь координировать команду. Всему этому вас тоже научат на курсе. Программа состоит из 328 интерактивных уроков и 38 практических кейсов, то есть вы будете решать реальные ситуации из бизнеса. Среди преподавателей российские топы и западные эксперты, например, Ицхак Адизас из Стэнфордского и Колумбийского университетов. Вы научитесь реализовывать стратегию и бизнес-цели компании, мотивировать сотрудников, управлять финансовыми аспектами бизнеса, проводить успешные переговоры и налаживать взаимодействие между разными отдельными компаниями. По окончании курса вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое подтвердит ваши навыки и поможет в карьерном росте. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране и записывайтесь на курс «Исполнительный директор». А по промокоду «Контекст» вы получите скидку 65% и второй курс в подарок. После Шамарина был задержан начальник управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа, полковник Владимир Вертилецкий. По данным следствия, в 2022 году он принял невыполненные работы от некого исполнителя по государственному контракту. Вот он как раз отвечает за госзаказ. В его управление входят те же самые военные преды, которые распределяют госзаказ предприятием. На них лежит проверка качества, госприемка. Они должны все это оценивать. И вот ему вменили эпизод, что он на 70 миллионов рублей принял неосуществленный НЕОКР. Что такое НЕОКР? Научные исследовательские опытные конструкторские разработки. Это специальные работы, которые ведутся в компаниях или научно-исследовательских институтах оборонного комплекса, призванные создать технику, отвечающую очень-очень тяжелым условиям современной войны. Ни Вадим Шамарин, ни Владимир Вертелецкий свою вину не признают. По словам Шамарина, госконтракты утверждались лично начальником Генштаба Валерием Герасимовым. А он работал с уже утвержденными соглашениями. И с него взятки гладки. Заместитель директора или директор вот с такой пачкой документов, которые ежедневно подписывают, не способен оценить опасность своей подписи, например, коррупции. Все-таки он делегирует эту функцию подготовки документов на подписи и проверки документов другим людям. Соответственно, вот таким человеком был Вертелецкий. Он может сколько угодно говорить, что Герасимов все подписывал. Да, Герасимов, в конце концов, будет конечным ответчиком за все. Но вместе с ним по пирамиде пойдут и другие люди. И вот первых мы же с вами увидим. Герасимов, конечно же, как второе лицо Министерства обороны, утверждает многие вещи. И действительно, когда ему приносят типу документов на подпись, он просто берет и подписывает. Даже особенно не вникая. Но при этом говорит, что это кристально чистый человек, и по его линиям все было хорошо, я не готов. У нас с военной связью проблем хватает. Достаточно посмотреть, что пишут даже, как это принято сейчас говорить, самые Z-блогеры, да, пророссийские и так далее, которые почему-то проводят сборы по линии военной связи, которые поставляют гуманитарку. И именно потому, что, наверное, Главное управление связи своей задачей не справилось. Странно будет, если Герасимов не спросят вообще строго за все, что происходило, и все свалит на одного человека, который уже ушел на другую должность в Совет Безопасности. Дойдет ли эта антикоррупционная кампания до самого начальника генштаба остается под большим вопросом. Потому что в ней все далеко не так линейно. Например, за решеткой сейчас находится генерал, которого отправили в отставку как раз Герасимов и Шойгу, экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Еще в июле 2023 года, когда Попов командовал армией и был на фронте, депутат Госдумы Андрей Гурулев выложил в своем телеграм-канале аудиообращение генерала, в котором он рассказал о проблемах, которые приносит массовую гибель и увечья. Он осмелился доложить Герасимову о тяжелом положении с контрбатарейной борьбой, которая сложилась прямо на острие украинского контрнаступления. У Попова есть такая замечательная черта. Он не стесняется высказывать свое мнение и говорить о том, что действительно происходит. Это его, по сути, вместе с военными ошибками и погубило. Нарушение субординации не прикрыто, насколько я понимаю, при личном составе подчиненным. Потому что о том, как он начальнику генерального штаба послал, об этом ходят слухи, которыми полнится все информационное странство наше. И плюс об этом знает, по сути, каждый более-менее осведомленный офицер. Как вы думаете, с точки зрения нарушения субординации, может начальник генерального штаба такое допустить? Нет. Вот он об этом доложил. Сказал, что надо принимать системные меры какие-то. Не просто на уровне полка дивизии или корпуса, а системные, по армии, по Министерству обороны. Вот это определение, проблемные как системные, это самое страшное обвинение. Потому что оно означает, что раз проблема системная, то виновен в этом не вот этот Попов, который рассказал об этом, а я Шойгу виновен. Понимаете? Потому что системные проблемы – это проблемы управления и аппаратом верховым. Соответственно, он был наказан жестоко. Его сразу же сняли, говорят, за сутки вообще. И потом он выпал из-за зрения, говорит, что он направлен в Сирию. В Сирии сейчас делать особо нечего военным. Это сразу скажу. Его задержание по такому обвинению очень похоже на ответный ход сражающейся команды. То есть сейчас ведут битвы двух башен. Той, которая пришла на смену министра обороны, и той, которая сейчас терпит поражение в аппаратной борьбе, которую часть сажают, часть снимают просто приказами. Похоже, что вот та команда нанесла ответный удар и был арестован Попов. Посленным подтверждением этой версии является и то, что само следствие попросило отпустить генерала Попова под домашний арест. Но суд не согласился, и его отправили в СИЗО. Похоже, что суд находится на стороне старой команды, а следствие теперь на стороне новой команды. В отличие от остальных, Попова обвинили не во взятке, а в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, генерал причастен к хищению 1700 тонн изделий металлопроката стоимостью больше 130 миллионов рублей, закупленных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Именно там он и командовал армией. Но, по данным коммерсанта, изначально фигурантом в деле был другой генерал, который погиб на войне и получил звание Героя России. Следствие считает, что он перевел Попова на банковскую карту часть вырученных за металлопрокат денег. При этом, судя по декларациям, в собственности у семьи Попова нет никакого жилья. Он вместе с женой детьми жил в арендованной квартире в Ростове-на-Дону и ездил на Mitsubishi Pajero. Обвинение в коррупции – это удобный инструмент, который можно разворачивать и против лиц, реально причастных в неких действиях, которые можно было бы квалифицировать как определенную госизмену. Как говорится, был бы человек, дело найдется. И можно против тех, кто совершает военные ошибки, нарушает субординацию и вообще неугоден, пытается качать права. Более того, у нас, простите, не так много военачальников, которые любимы среди вооруженных сил. И с точки зрения системы подобные люди все же представляют угрозу. Или кто-то хочет повторение сценария с Пригожиным? Я думаю, нет. Точно так же был произведен ответный выстрел. То есть сняли Сухраба Ахмедова, командовая 20-й армией. То есть Попов был 58-й армией, а 20-я армия Сухраба Ахмедова – человек укорененный. Клан Шойгу. Прям вот человек Шойгу такой настоящий. И Герасимова. Вот скорее даже Герасимова. И вот он, как его протеже и так далее, был снят с армии. Я не буду разбирать его деятельность подробно. Скажу, что претензий к нему у фронтовиков огромное количество. В принципе, его проблема любой армии в том, что бездарное командование, которое ведет к необоснованным трагическим потерям, оно не является составом преступления. То есть мы с вами в уголовном кодексе будем листать-листать, мы не найдем бездарной команды. Понимаете? За это не наказывают. И вот только такими способами сняли с командования. У Ахмедова ситуация какая? Это человек, которого характеризуют как некомпетентного военачальника, который в данном случае, когда речь идет сейчас об этом инциденте с отстранением, нарушил прямой приказ начальника генерального штаба Герасимова. После того, как в зоне, в тыловой зоне, где находился личный состав, произошел достаточно неприятный трагический инцидент, что произошел прилет. Герасимов, по моей информации, лично Ахмедову поручил убрать оттуда личный состав. Ахмедов взял под козырек и этого не сделал, посчитав, что молния не бьет в одно место дважды. После того, как этот инцидент произошел, собственно, и начальник генерального штаба, и департамент военной контрразведки начали проводить разбирательства, установили вину Ахмедова, которого вызвали в Москву сперва в отпуск, потом отстранили. Дойдет ли это до какой-то истории с громкой посадкой или еще чем-то, опять же, учитывая определенную клановость в составе Министерства обороны, я не готов ответить. Отец Попова заявил телеграм-каналу «База», что его сына, скорее всего, подставили. Об этом же говорит и жена Вадима Шамарина. Родственники, с моей точки зрения, так и должны себя вести. Они не должны во время следствия бросать своих отцов или братьев, жен и так далее. Это нормально. Но есть и вторая часть. Дело в том, что, как объявили источники, жена Шамарина купила осенью «Мерседес» за 20 миллионов рублей, при том, что семья заявила совокупный доход 3 миллиона 100 тысяч рублей. При таком доходе они купили вот такой… И «Мерседес» был записан на жену. Вот это уже не история большого террора, а это история современной коррупции. И в этом смысле я жену, конечно, понимаю, которая так заявляет, но, в общем, по большому счету, в расчет не принимали. Но выигрывает гонку автопарков, да и вообще считается самым богатым силовиком России, задержанный еще в апреле за министра обороны Тимур Иванов. Судя по декларации, вместе со своей женой, они каждый год покупали новый автомобиль или мотоцикл. В 2019 году у семьи было 12 транспортных средств, в том числе раритетный лимузин Z110, который стоит примерно 18 миллионов рублей. Эту машину называют лимузином «Сталин», потому что в первую очередь у него и был построен в 30-х годах этот автомобиль представительского класса. У него нашли дом в полторы тысячи квадратных метров, квартиру в Мексике у сына, ну и так далее. Так же, как и его бывший шеф Иванов некадровый военный. В начале своей карьеры он работал в топливно-энергетической сфере, в том числе в структурах «Росатома». А когда Сергей Шойгу полгода возглавлял Московскую область, это было в 2012 году, работал у него зампредом правительства региона. Работать к Шойгу уже в Минобороны Иванов пришел в 2016 году. Как вы знаете, это многое обсуждалось весь последний месяц, он курировал стройки различных крупных объектов Парка Патриот, Космодрома Восточный, а потом занимался восстановлением Мариуполя. Именно со сферой строительства и связаны его обвинения. По версии следствия он получил больше миллиарда рублей при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Свою вину он не признает. Вот тут хвастаются некоторые правоохранительные органы, что за тем же Ивановым наблюдали пять лет. Скажите, пожалуйста, а почему сразу не взяли? Набирали досье, да, чтобы дали ему возможность еще дальше совершать какие-то дела, а может и не совершать. А вот как только зашло время назначать нового министра обороны, тут вам и сплыло да сразу целой кучей, да сразу целым стадом. Совершенно понятно, что все это было приурочено к новому министру обороны, а точнее к новому руководству Министерства обороны. Серьезных настоящих деталей нет. Потому что, конечно, большинство информации, которую сейчас выдают следователям, они тоже находятся под грифом совершенно секрет. Как вы знаете, вместе с Тимуром Ивановым был задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Его тоже обвинили в получении крупной взятки от бизнесмена Левы Мартиросяна. По версии следствия, Кузнецов помогал бизнесмену с госконтрактами на оказание гостиничных услуг для Минобороны. А тот в ответ купил землю в Краснодарском крае и построил коттедж для жены Кузнецова. Все это стоимостью 30 миллионов рублей. Вот эта ситуация вокруг Минобороны, она действительно коренным образом подрывает, в принципе, отношения к сложившейся системе власти, которая как бы плохо, плохо, хорошо, да, но никогда не принято было критиковать это публично, да, и людей сажать публично. А сейчас мы видим такой каток включившийся. Вот. И вот, мне кажется, этот каток – это как раз такое предчувствие грядущих глобальных перемен вообще в целой структуре системы власти России. Безусловно, стоит обратить внимание на тайминг, в котором происходили аресты. Началось все еще до инаугурации Путина, отставки правительства министра обороны, а разошлось уже после. Начался новый президентский срок, который нужно начинать на достаточно высокой ноте, чтобы добавить позитива. Позитива сейчас у нас стрессированному населению не хватает. У нас не хватает позитива на фронте. Как это можно сделать? У нас меняется команда в Министерстве обороны, можно избавиться от самых ненужных или самых гнилых, которые так и просятся на это. Поэтому поступила команда ФАС. И то, что это процесс контролируемый и управляемый, мы прекрасно понимаем хотя бы потому, что все эпизоды датированы не сегодняшним промежутком. Эти эпизоды датированы, черт возьми, пятидесятилетней давности. То есть эти материалы были, но их просто отложили, и они ждали своего часа, дождались. Путин не стратег, а тактик, очень опытный. Но он выпускает управляемую такую ситуацию смены власти в той части системы, которая как раз с одной стороны официально контролируется президентом, но с другой стороны как раз слабо контролируется. То есть у президента все это время не было. Ну не то, что допуска, понимания и детального анализа, как и чем живет Минобороны. Хотя, собственно, как мы понимаем, начало вооруженного конфликта в Украине как раз было связано с тем, что во многом именно эти структуры дали картинку, которая потом, казалось, не совсем соответствует действительности. То есть пришлось многое переосмыслять, догонять. И мы очутились, где очутились. Ну во многом из-за того, что не было такого трезвой взглядной реальности. Принятая такая спецоперация. То есть большой клан, внедрившийся в организацию, то я имею ввиду клан или команду единомышленников, шальгу, да, которую не дают, решили изъять из этого сложного муравейника под названием Министерства обороны и генеральный штаб вот такими полицейскими, даже не полицейскими методами, а вот в режиме операции специальных служб. В деле посадок работает напрямую ФСБ, при этом главное военно-следственное управление и военная прокуратура отстранены от этого процесса. Мы понимаем, что этот процесс находится на ручном управлении. Генеральный замысел – это смена команды с целью кардинально улучшить качество планирования и положение на фронте. И вот этот генеральный замысел, он более глобальный, чем просто борьба самолюбий. Это не борьба с самолюбией. Конечно, борьба за финансовые потоки – это номер один на задаче любого чиновника. Они финансовые потоки придают ему солидность, придают ему административные возможности, возможности для хищения в том числе. И это его ресурс. Поэтому у команды Шойгу все это выбили. Он потерял огромные ресурсы, перейдя на формальное повышение на руководителя секретаря Совета Безопасности. Мы видим, что немножко подсели Шойгу, и эту очень важную и очень крупную и финансово емкую поляну сейчас получают другие люди. Они, безусловно, бенефициары. Но, кстати, кто эти люди, как им удастся выстроить взаимоотношения в этой новой структуре, как раз непонятно. Все-таки у нас только открытые статьи бюджета, 7% бюджета на военные нужды. Но это же колоссальная часть бюджета, за которой как раз ввелась очень неожесточенная борьба. Сейчас кто-то будет получать доступ к этим бюджетным средствам, и борьба за это будет только ужесточенной. Но как далеко зайдет этот замысел? И будут ли продолжаться аресты? На данном этапе у нас еще остались проблемные и органы военного управления, и зоны, за которые нужно кого-то показательно привлечь к ответственности. Предлогом, как и прежде, будет коррупция. Но по факту мы столкнемся сейчас, мне кажется, с неким воздаянием за ошибки в определенных сферах. Скорее всего, они могут переключевать на какие-то другие сферы. Потому что это не только военные именобороны, какие-то могут быть и смежные ведомства, смежные компании частные, которые этим занимались. Это могут быть люди в других системах власти, в регионах, еще где-то. Я не исключаю того, что чистки и отставки пройдут по нисходящей. То есть от начальников управления к исполнителям. Это возможно. Ну и главное, изменит ли все происходящее ситуацию на фронте? Когда-то очень нескоро. Нескоро. Для этого надо… Это очень… Корабль с гигантской инерцией. Ему, чтобы повернуть… Знаете, танкеру, чтобы повернуть, нужна одна миля морская. Это на полном ходу идет. А маленькая лодочка, она на месте может развернуться. Поэтому это корабль с огромной бюрократической инерцией. Его, чтобы развернуть, нужны нетривиальные усилия. И я совсем не уверен, что новому министру это вообще удастся. Там я разбираю актуальные новости и события и пишу о том, как мы делаем истории, в том числе и эту. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова